Матрёна Григорьевна Распутина, которая позднее изменила имя на Марии Распутина, дочь широко известного русского старца Григория Распутина. После убийства отца она уехала за границу, где стала известной благодаря выступлениям на арене цирка в качестве дрессировщицы, а также как писательница. Матрёна Распутина написала несколько книг, в том числе воспоминания Распутин. Почему? Об отце императоре Николая II и покровительнице Григория Распутина, императрице Александре Фёдоровне, а главное свой взгляд на историю убийства. Матрёна Распутина родилась в маленьком селе Покровское, которое находится на территории современной Тюменской области. Она стала младшей из трёх детей в семье Григория Распутина и его жены Прасковьи Фёдоровны. У Матрёны были брат Дмитрия и сестра Варвара. Когда отец получил высокое назначение в Санкт-Петербурге, дочери переехали с ним в столицу, а сын остался жить с мамой в Сибири. Нужно отметить, что, по свидетельству очевидцев, Матрёна была любимой дочерью Григория Распутина. Девочка училась в Стеблино-Каменской частной подготовительной школе, а затем в гимназии, где и жила при пансионе. Именно там её стали называть новым именем Мария Распутина. По праздникам и выходным она вместе с сестрой навещала дом знаменитого отца. От него девушка научилась быть щедрой к людям, даже когда сама намели. С детства Григорий Распутин Матрёну приучал не выходить из дома с пустыми карманами, а брать что-то, что она могла бы подарить беднякам. Именно дочери сообщили в полицию об исчезновении старца, на следующий день после того, как его в свой дом увёл князь Феликс Юсупов. А по легенде как раз Матрёна заметила калоши отца, которые выплыли из реки. Так и было обнаружено тело мёртвого Григория Распутина. После революции Матрёна Распутина уехала со своей семьёй в столицу Румынии и устроилась там танцовщицей в Кабаре. Позднее она переехала в Париж, где работала гувернанткой и снова актрисой Кабаре. На одном из выступлений её заметили братья Барнум и Бейли Ринглинг, известные в своё время хозяева цирка. Они предложили ей высокую оплату, если женщина сможет войти в клетку со львами. Матрёна собрала всю свою храбрость, использовала тяжёлый распутинский взгляд и выполнила задание. Так она стала дрессировщицей крупных хищников. На протяжении первой половины 30-х годов Матрёна Григорьевна гастролирует с цирком Ринглингов, а затем переходит в более дорогой цирк братьев Гартнеров. Её выступление рекламировали как укротительницы львов и тигров, дочь известного безумного монаха, чьи подвиги в России удивили мир. С гарднёровской труппой Распутина объездила чуть ли не весь свет, но на одном из американских представлений на женщину напал белый медведь, после чего её карьера артистки цирка окончилась. Матрёна продолжала ездить с цирком, уже не выступая, пока не оказалась во Флориде, где устроилась на завод Министерства обороны США. В должности клепальщицы она проработала всю Вторую мировую войну, а в 1945 году получила гражданство Соединённых Штатов. Ещё около 10 лет Распутина отдала оборонным предприятиям Америки, а когда вышла на пенсию по возрасту, стала подрабатывать санитаркой в больницах, няней в семьях, учительницей русского языка. К литературной деятельности дочь Григория Распутина обратилась после того, как вышла книга Феликса Юсупова, в которой он описал убийство её отца. Это было ещё во французский период жизни. Сначала Матрёна подала в суд на Юсупова и великого князя Дмитрия Павловича Романова, затребовав огромную финансовую компенсацию за причинённый моральный ущерб. Но этот иск был отклонён парижским судебным органам, так как по французским законам он не имел никакого права рассматривать дело, имевшее место в другом государстве. Тогда была написана и издана книга Матрёны Распутиной «Воспоминания Распутин», почему, за которой последовали ещё два печатных издания в виде мемуаров дочери Распутина, Матрёны. Кроме того, гораздо позднее женщина напечатала кулинарную книгу, в которой содержались рецепты русской кухни, включавшие любимые блюда Григория Распутина. Личная жизнь Матрёны Распутиной сложилась в октябре 1917 года, буквально за несколько дней до Октябрьской революции. Она вышла замуж за российского офицера Бориса Николаевича Соловьёва. Вскоре у супругов родилась старшая дочь Татьяна, а младшая Мария родилась уже в эмиграции. Примечательно, что одна из девочек через много лет станет близкой подругой Ирины Юсуповой, дочери Феликса Юсупова. Муж Матрёны Распутиной на последнее средство открыл в Париже собственный ресторан, но быстро разорился, так как русские эмигранты нередко не в состоянии были оплачивать свои заказы, а отказывать им Борис Николаевич не умел. Закрыв кулинарное заведение, он устроился на автомобильный завод, где и заболел туберкулезом и скончался в 1926 году. Позднее в Америке Матрёна Григорьевна Распутина вновь выходит замуж. В 1940 году она встретила старого знакомого еще по дореволюционной жизни в России, белого офицера Григория Бернацкого, с которым прожила чуть более пяти лет. Последние годы жизни дочь Распутина проживала в Лос-Анджелесе, невдалеке от легендарного Голливуда. Она получала солидное пособие по социальному обеспечению и дожила почти до 80 лет, почти на полвека пережив брата и сестру. Скончалась Матрёна Распутина от сердечного приступа осенью 1977 года и была захоронена на кладбище Ангелраздел. Внуки дочери печально известного старца до сих пор живут во Франции и США, некоторые из них регулярно навещают